Особое мнение на 101FM Я думаю, что жители региона пойдут на голосование Тема очень волнующая, но она неоднозначная То есть понятно, что все это событие было как снежный ком на голову Когда было объявлено о том, что вдруг есть срочная необходимость делать поправки в Конституцию Потом через некоторое время было объявлено о самой главной поправке Потом вдруг случилась вся история с коронавирусом Которая была такой непредвиденной заминкой во всей этой истории А потом все продолжилось И весь ход этих событий очень сильно взволновал Многие люди имеют свое четко сформулированное мнение по этому поводу В каких-то разговорах на кухнях, в интернете и прочее Очень многие живо обсуждают, делают свои комментарии Разной степени едкости То есть эмоциональную сферу людей это очень сильно затронуло То есть каким-то образом каждый человек к этому относится И каждый человек будет самостоятельно принимать решение Как поступать вне голосования И вы считаете, что в этом случае они именно пойдут на голосование Они скажут, что как бы Да, у меня такой настрой, я вообще туда не пойду Я могу судить только по тем сотням знакомых С кем там общаюсь, пересекаюсь С кем общаемся через интернет Мнения которых я слышал И даже вполне лояльные люди В этом сезоне вполне поменяли свое мнение Потому что им не нравится процедура Им не нравится скорость Им не нравится постановка вопроса Мне нравятся те формы, как это делается И они высказываются Подавляющее большинство Что идти все-таки надо Чтобы четко, внятно Артикулировать Там свое твердое нет Но это опять же Это мои знакомые То есть тот круг общения Который я задеваю Это несколько сотен человек И вы сами хотите проголосовать Да, я пойду и проголосую Потому что если верховная власть в стране В лице президента высказалась Что ему интересно знать мнение людей Я считаю, что ему необходимо дать свое мнение Хотя, как мы понимаем Это мнение особо не повлияет на что Или все же повлияет? Юридически Юридические поправки уже приняты Проголосованы Юридически они уже могут Вступить в действие Хотя здесь тоже есть Разные точки зрения Насколько юридически Это чисто Однако формально Все, что хотели сделать Уже состоялось Сейчас не очень понятно Процедура всенародного Одобрения или неодобрения А если неодобрение вдруг? Если неодобрение То у нас есть только слова президента О том, что он прислушается И отменит Но мне кажется, что Разогнавшийся поезд Уже невозможно остановить И отменить Скорее всего Будут делать все для того Чтобы казалось, что Все одобряют А если не получится Это изобразить То, не знаю Будет потеря репутации Будут какие-то новые Спецэффекты Которых мы Не видели Долгие годы Мы тут, конечно, сейчас Только предполагать Можем результат Потому что Мы можем говорить Что там кто-то Имеет свою Особую в нашем Кругу Окружение Точку зрения Но в то же время Есть и те Кто совсем по-другому Считает А вот по поводу скорости Когда вы сказали Что как-то быстро И срочно Это все происходит Действительно Многие об этом говорят А вот Вы как-то объясняете Допустим Даже для себя Эту скорость Зачем так быстро Ну В принципе Если понимать О чем эти поправки И какие из поправок Там важны А какие там не очень То мы понимаем Что близится Сезоны выборов Там президента И к ним Необходимо готовиться Заранее Соответственно Все делается Ради там Единственной поправки О обнулении сроков И о возможности Нынешнему президенту Еще как минимум Два срока Находиться у власти Ну вот смотрите Не так давно У нас был Олег Кассин Предприниматель В гостях Вот он тоже Эту точку зрения Высказал Что не хватило Нет времени На общественное обсуждение Но ведь это Не год и не два Но два дополнительных месяца Три дополнительных месяца Ну тут мне кажется Что больше сыграло мнение Неких там Политтехнологов Которые консультируют Верхние эшелоны Власти Если бы в спокойном режиме Там Всенародное обсуждение И как это Подразумевалось Там поправки в конституцию Вносить там референдумом То Для власти Есть огромный риск Проиграть Ну вот По таким правилам игры Поэтому Быстрее-быстрее Пока люди Не успели сориентироваться Все взвесить Все обсудить То есть Разобраться Там сути Там поправок Разобраться В системе В иерархии законодательства Там Многие допустим Поправки Которые сейчас Используются В качестве аргументов Вот Ну Фактически У нас есть Очень большое Федеральное законодательство Которое давно уже Все это регламентирует Нет необходимости Вносить Там Почти Большинство Там Всех этих поправок Там Именно в конституцию Это не добавляет Никаких гарантий Вот Да и Зачастую И то что уже записано В конституции Есть множество Примеров Когда там Прямые нормы Конституции Не исполняются Или расшифровываются В федеральном законодательстве Таким образом Что с точностью До наоборот А варианты с тем Что вот Идет Вторая Может быть Вторая волна коронавируса Который Ну там уже ВОЗ тоже говорит Не может быть Провести сейчас Пока Все Не началось Все что связано С коронавирусом Тут Тут все Очень непонятно И Хотя И было сказано Что все мы немножечко Вирусологи Да Но На самом деле Мы не специалисты Мы не знаем Там будет Вторая волна Не будет Вокруг коронавируса Слишком много Ну Всяких досужих Вымыслов Рассуждений Слишком много Каких-то неэффективных Шагов Которые Больше вредят Там Эпидемиологической Ситуации Чем помогают И непонятно Да Да Поэтому я бы не стал Там использовать Именно этот аргумент Мне кажется Что в нормальном режиме Там Поправки в Конституцию Необходимо было бы Где-то Обсуждать В течение года Вот Необходимо было бы Голосовать по каждой Поправке в отдельности Вот Чтобы Люди могли По поводу каждой Поправки Проголосовать Чтобы это было Взвешенное мнение Мы все-таки Основной закон страны Пытаемся Изменить Вот То есть Но принятие Одним пакетом В сжатые сроки Это там Явный признак Того Что Что-то не так Ну вот На данный момент Да Имеем Что имеем И хочется Чтобы это было Как минимум Это там Честно Да И правильно И вот как раз Для этого И есть Процедура наблюдения В которой В организации Которой вы Участие принимаете Можете Рассказать Вообще Как это все будет Происходить В Кировской области Чем Может быть Вот на этом Голосовании Процедура наблюдения Отличается От предыдущих Референдумов Вне зависимости От того Как люди считают Ну Насколько Эта процедура Легитимна Вот я считаю И это Ну Мои коллеги По общественной палате Это поддерживают Мнение Что В любом случае Мы должны Наблюдать Каким образом Этот процесс Будет организован Каким образом Мнение людей Которые Они Выразят Люди же выразят Свое мнение А не чье-то Люди Или поверят Или не поверят Тем словам Которые им говорятся Каким образом Это мнение Будет учтено Сосчитано Там передано Насколько Корректно И точно Передано То мнение Которое Будет выражено Вне зависимости От того Считаем ли мы Это справедливым Нужным Необходимым Или нет Неважно Собственно говоря В наблюдении За Днями Голосования Будет принимать Участие Общественная палата Только Общественной палате Дано право Выдвигать Наблюдателей Официальных Которые Могут Присутствовать Там На всех Процедурах Наблюдения Делать Какие-то Там Свои Замечания И Эта информация Будет Рассматриваться Там Теми же Избиркомами И Там Может Служить Поводом Для обращения Там В какие-то Другие Органы То есть Все общественные Объединения Партии Простые Кировчане Они Обращаются Сначала К вам Да То есть Любой гражданин Любой человек Если ему интересно Своими глазами Присутствовать При наблюдении Он может Обратиться В общественную Палату Кировской Области И Он может Быть Направлен Ну Если он Деспособен Если он Не находится Под уголовным Преследованием Ну И так далее Там Очень маленький Список Ограничений В отличие От Обычных Выборов Как Обратиться До какого Числа Давайте Расскажем Сразу Можете Знаете Общественная Палата Будет Принимать Заявление Там Вплоть До Чуть Если не дня Голосования Там До самого Начала Но Желательно Конечно До 20 Числа Чтобы У нас Не было Чтобы Не было Обывала В последние Дни Чтобы Всех Успеть Там Списки Сформировать Подать Оформить Документы То есть Там Надо И паспортные Данные И там Заявления А обратиться Как к вам Через форму Какую Это Можно Или Телефон Есть Сайт Общественной Палаты Там Есть Информация По Тому Как Можно Есть Список Того Что Надо Принести То есть Никаких Рекомендаций Ни от Каких Организаций При этом Не нужно У нас Есть Такая Форма Взаимодействия То есть Общественная Палата Кировской Области Подписала Соглашение С Общественными Объединениями Действующими На территории Кировской Области О Сотрудничестве По Наблюдению То есть Люди Могут В принципе Заявляться И в эти Общественные Организации И принесут Уже Готовый Там Список А если Я напрямую К вам Возьмете Меня Общественная Палата Возьмет Наблюдателей И напрямую Те кто Напрямую Самостоятельно Обращается И в качестве Помощников Там В наблюдении Призываются Общественные Объединения Которые Могут Тоже Формировать Свой Какую-то Часть Наблюдателей Подавать Списки В общественную Палату И Они Тоже будут Приняты То есть Это для Облегчения Работы То есть Заявляться Можно И в те Общественные Объединения Которые Сотрудничают С общественной Палатой В деле Наблюдения Вообще Насколько Активно Этот процесс Идет Как Подают Заявки На данный Момент Подано Уже Более Трех Тысяч Заявок Мы говорим И просто О кировчанах И об Организациях Кто Допустим Через вас Какие Организации Ну Очень Разные То есть Там И политические Партии Некоторые Не все Там Некоторые Имеют Принципиальную Позицию И Не желают Принимать Участие Некоторые Говорят Что Да Им это Интересно И они Каких-то Своих Людей Направляют В качестве Наблюдателей Вот Единая Россия Уже Точно Ну да Единая Россия Допустим Заявила Общественные Объединения Там Профсоюзные Организации То есть Подают Заявки Есть Обращение Там Напрямую То есть Люди Звонят Пишут Задают Вопросы Да Все заявки Принимаются Есть Форма То есть На самом деле Это не так Сложно Потому что На самом деле Нет Никакого Четко Регламентированного Законодательства Которое бы Устанавливало Правила И процедуры Там Этого Голосования В целом Есть Какие-то Вами Посчитанные Цифры Необходимые Вот 3000 у вас Заявок Есть А сколько По вашим Подсчетам Мы прогнозируем Что будет Около 5000 Будет Около 5000 А надо Бы Сколько Чем больше Тем лучше Особенность Этого Голосования В том Что Оно Растянуто Еще на Несколько Дней Это Осложняет И наблюдение И понятно Что Там Одному Человеку В качестве Наблюдателя Не высидеть Всю неделю Нет Может быть Какие-то Особо Упорные Люди И способны На такой Подвиг Но С утра До вечера Сидеть Там Целую неделю Там Наблюдать За голосованием Мне кажется Это Для среднестатистического Человека Это Ну Слишком Тяжелое Бремя И вот при этом Вы подсчитывали Сколько Надо Примерно Человек Чтобы Организовать Потому что Многие Реально Высказывают Мнение Что Ну Просто Не хватит Людей На то Чтобы Всю Неделю Мы Предполагаем Что Закроем Там Более Менее Там Все Участки Есть Вопросы С Особыми Участками Там В Медицинских Учреждениях Особенно В Эпоху Там Пандемии Коронавируса Есть Передвижные Какие-то Участки Есть Закрытые Участки В Социальных Учреждениях Где Там Контингент Допустим Интернаты Для пожилых Людей То есть С этими Участками Есть Сложности И думаем Как это Решить Но Большинство Подавляющее Большинство Участков Обычных Они будут Закрыты Подавляющее Большинство Это что Значит Практически Все Однако Могут Быть Накладки Что Люди Не смогут С утра До ночи Всю Неделю Закрыть Возможно Там Какой-то Наблюдатель Придет В один Из дней Это все Будем Диспетчеризировать И стараться Чтобы На каждом Участке Было По Несколько Наблюдателей Которые Распределятся По Времени Дежурства Я Понимаю Все Несовершенство Такой Технологии Но В сложившейся Ситуации Это Хоть что-то И Это Шанс Обычным Людям Если они Хотят Увидеть Как это Делается Прийти И посмотреть Даже Если Это Будет Два Часа В день Договориться По крайней Мере В эти Два Часа Человек Посмотрит Сам Своими Глазами Как Это Делается Было Ли Что Или Не Было Что В Его Присутствии Ну При Всем Этом Я Понимаю Все Несовершенство Такой Технологии Наблюдения И Вот Эта Скорость Принятия Решений Скорость Она Не Дает Подготовиться Там Более Качественно То есть Было Больше Времени Больше Людей Конечно Если Было Больше Времени То Можно Было Более Существенно Серьезно Подготовиться Будут Вопросы По Подготовке Наблюдателей Будут И Вопросы Чисто Юридические Там Права И Обязанности Наблюдателя Будут Вопросы Там Те Которые Нас Заботят А Что Будет Если Вдруг Наблюдателю Что-то Показалось Или Он Что-то Увидел Его Полномочия На самом же Деле Нет Такого Четко Разработанного Законодательства Как Например В законе Об избирательных Правах Граждан То есть Это Голосование Не регулируется Как Закон о Выборах Президента Прочие Вещи Четко Прописанные Законодательно Нет Понятий Агитации Не Подразумевается Поэтому Кто во что Гораст И сейчас Скромно Говорят Не агитация А информирование О поправках То есть Грань Очень Тонкая Но Юридической Основы Сказать Вот это Нарушение А вот это Ненарушение С точки Зрения Разумности Здравого Смысла И Каких-то Таких Вот Морально-этических Вещей Многие Люди Могут Сказать Что Это Несправедливо Это Неправильно Ну Делать Вот так Но С другой С другой стороны Нет Никаких Юридических Норм Которые Запрещали Это Делать И По сути Говоря Оказывается Так Делать Можно То есть Если Увидишь Что-то То Максимум Что Можно Пожурить Ну Я Считаю Что В любом Случа Все Что Показалось Сомнительным Там Нечестным Там Неправильным Это Надо Фиксировать Фотографировать Записывать И Обращаться И Посылать Информацию От имени Наблюдателя Или Даже Просто От имени Человека Который Это Все Увидел В Общественную Палату Для Обобщения Мы Постараемся Максимально Честно Сформулировать По итогам Что Было А чего Не было И Потом Уже С юристами Будем Разбираться Насколько Это Правильно Или Неправильно Или Не очень Хорошо Но Допустимо То Есть Что С этим Делать Мы Как Все Остальные Люди Придется Думать Постфакту У нас Сегодня В эфире Был Глава Обл. Избиркома Алексей Круглов И вот По его Словам Было Понятно Что Избирком Тоже Заинтересован В Наблюдателях Потому Что В этом Году Предполагается Что Будет Много Надомного Голосования Вот А Ездить Надомное Голосование Должны По Два Человека И Круглов Говорит о том Что Было бы Здорово Если Были Не Два Члена Комиссии А Один Член Комиссии И Один Наблюдатель Чтобы Не Отрывать Остальных Членов От работы Вот Такое Реально Или Реально Хотя Бы Только Одного Человека Обеспечить На Наблюдение На Участке Я Думаю Что Ситуация Будет Неоднородна И Кто-то Из Наблюдателей Может Поездить И Вместе С Комиссией По Вызовам Надом Кто-то Может быть И Останется То есть Ситуация Будет Неоднородна Неодинакова На всех Участках А Проблемы Возникнуть Могут Скорее Где В Кирове Или В районах Скорее Всего На разных Участках Совсем Все По-разному И Участки Могут Просесть И В районах Тоже То есть Сложно Предположить Потому что Прецедентов Пока еще Не было Организации Такого Масштабного Мероприятия В такие Сжатые Сроки Все Процедуры Здесь Новые Как Оно Сложится Посмотрим Ресурс Общественной Палаты Не Безграничен То есть Скорее Всего Мы Не сможем Там Закрыть Абсолютно Все Дыры Но Пока Есть Возможность Пытаемся Увидеть То Что Возможно Увидеть И Если Люди Откликнутся И помогут В этом То Это Будет Здорово Чем Больше Людей Примет Участие В наблюдении Тем Больше Мы будем Понимать Насколько Это Было Разумно И честно Организовано Хочу Переходить Начать Переходить К другим Темам Сделаем Это Плавно Поговорим О Коронавирусе Но Вот Вопрос Мой Еще один Связанный С Голосованием Заболеваемость В общем-то Не падает Мы Это Все Видим Мы Видим Что С Первого Мая По Сути Или Даже Еще Раньше Как Вот Эти 8-9 Тысяч По Стране Была Заболеваемость Так Она И Продолжает Каждый День Нам Одни Те же Цифры Показывают При Этом Ограничения Почти Все Регионы Снимают Вот Многие Говорят Что Это Как-то Может Быть Связано С Голосованием Вам Говоря о том Что Ограничения Снимаются Потому Что Необходимо Делать Это Голосование Там В эти Сроки Ну Да Это Так Но При этом Есть Еще Экономика Да Есть Экономика Но Это Как бы Такая Самая Из Параллельной Жизни Все Конечно Все Связано Но Тем Не Менее Если Бы Не Было Там Вот Этого Голосования То Вполне Возможно Что Ограничения Не снимали бы И до осени Просто Ну Как идет Так и идет Никто из чиновников Рисковать Своей Карьерой Там По доброй воле Там Самостоятельно Там Не захочет Потому Что Хитрая позиция Федерального центра Решайте Сами Но Если что-то Случится Там Вспышка Рост Там Заболеваемость И прочее Прочее Мы с вас Просим То есть Отвечать Вы будете Сами От своего Имени Вот Но Решение Принимайте Так же Сами Но В то же Время Если Людей До осени Держать На самоизоляции То чем Их кормить Да Это Другой Аспект То есть Людям Действительно Тяжело Во времена Вот Всех Этих Ограничений То есть Малый Средний Бизнес Ему Очень тяжко То есть Те люди Которые За собственный Счет Пытаются Вести Там Какой-то Свой Бизнес Есть Ограничения Там Если Одни Ограничения Снимаются То Другие Там Накладываются Там Их можно Назвать Не ограничениями Но Обременение Вот То есть Свой Бизнес Вести Становится Намного Дороже Люди Боятся Выходить Из дома Или Там Ходить По каким-то Местам Где Есть Массовое Скопление То есть Доходы Падают И Это Действительно Ну Такая Серьезная Проблема Экономическая Я Вот знаю Что Вы тоже Пострадали В общем-то Да От всех Ограничений Сейчас У нас Реклама Мы Вернемся И об этом Поговорим Особое Мнение На 101 FM Продолжается Программа Особое Мнение Сегодня Веду Ее Я Мария Кожевникова А свое Особое Мнение Высказывает Руководитель Центра Поддержки НКО Член Общественной Палаты Кировской Области Олег Ткачев Олег До Перерыва Уже Упомянула Что Вы Столкнулись Нам нравится Помещение У нас Хорошие Отношения В принципе С арендодателем Но это В принципе Коммерческая Структура То есть Это частная Такая Аренда Достаточно Высокая У нас У нас Были Планы На Лето Но Ситуация С коронавирусом Подкосила Все эти Планы Ситуация Вынужденного Перерыва Фактически Запрет На Проведение Мероприятий На своей Площадке Тоже Этому Спасут То есть Два месяца Мы вынуждены Были сидеть Дома И до сих пор Ведь Никакие массовые Мероприятия То есть Собственно Говоря Как бы Мы не имеем Больше возможности Поддерживать Тот Уровень Жизни Который Был До Этой ситуации Мы вынуждены Были съехать Из помещения Я интересы Арендодателя Я прекрасно понимаю То есть Они Вложились Это их Они сделали Свои инвестиции И Это тоже Бьет больно И по ним Мы сейчас Ведем Переговоры Там По Разным Аспектам Возможно И Там Пойдут На встречу Но По крайней мере Все планы Которые Мы там Строили С точки зрения Экономики Своей организации Они Нарушились Мы Не можем Продолжать Находиться В этом Помещении То есть Пришлось Съехать Сейчас Будем Думать То есть Мы Безусловно Мы продолжаем Деятельность И Может быть Ближе К осени Мы Найдем Возможность Какого-то Другого Помещения Мы В любом Случае Будем Продолжать Ну В этой ситуации Да Так То есть Сухой остаток Это долг Перед Арендодателем И Пока Отсутствие Собственного Помещения Вы В числе Пострадавших Оказались Позволил Вам Там Ваша Квет Или То есть Получили Какую-то Поддержку Нет Не получили То есть Как бы Для Некоммерческих Организаций Возможности Поддержки Они Ну Есть Но Не такие Не в нашей Ситуации Вот То есть Государством Там разработаны Меры поддержки И они В принципе Правильные Вот Но Нам они Не подходят Мы туда Не смогли Вписаться По Своим Габаритам А вообще Вот Те меры Поддержки Которые В регионе Принимаются Вы ведь Наверное Следите Видите Как вам Кажется Достаточно Они Или Вот Как многие Высказываются У нас В эфире Все-таки Есть Подозрения Что Захотели Сэкономить Ну Знаете Тут вопрос Такой Философский Начать С того Что А должно ли государство Вообще Всех Поддерживать Ну С точки Зрения Социального Государства Как бы Да С точки Зрения Того Что Каждый Сам Принимает Ответственность На себя За свои Действия И В случае Возникновения Какого-то Форс-мажора Сам Самостоятельно Пытается Выжить Наверное Нет Я понимаю Всю Боль Тех Людей Которые Пострадали И Нас Это Тоже Коснулось И Сейчас Мы Будем Выплачивать Какую-то Сумму Денег Достаточно Большую За то Что Просто Не Работали И За то Что Все Перспективы На Остаток Года Рухнули Ну Что Делать То Есть Приходится Жить Дальше Конечно Хотелось Бы С одной Стороны Хотелось Бы От Государственных Органов От Исполнительной Власти Какой-то Помощи А с другой Стороны Иногда Берет Какое-то Такое Чисто Человеческое Зло Собственно Говоря Но Мы Пока Взрослые Дееспособные Люди Которые Способны Придумать Что-то Еще Почему Мы Должны Ходить С протянутой Рукой И просить Поддержку Это Каждый Решает Для себя Наверное Сам То есть Нуждается Он В поддержке Или Не нуждается Или Способен Как-то Сам Выйти Из этой Ситуации Тут Дело Такое Хотелось Бы Чтобы Целые Сектора Экономики Не Позакрывались Не схлопнулись Хотелось Бы Чтобы У друзей Коллег У Знакомых Их Какие-то Позитивные Бизнес Проекты Некоммерческие Проекты Жили Развивались И Понятно Что они Не виноваты И у них Все Сложилось Если бы Не было Этой Ситуации Но Такая Жестокая Штука Жизнь Семь Минут У нас Остается Хочу Чтобы Еще Две Вещи Прокомментировали Но Вот Одна Из них Это Тоже Работа Бизнеса В частности Общепиты Мне Просто В принципе Интересная Тенденция Вы уже Говорили Что Принимаются Какие-то Непонятные Решения Или Несистемные Решения Вот Почему Это Происходит Я Просто Пример Приведу 16 Числа Вышло Постановление В котором Общепит Обязали Одноразовая Посуда Еще Бог С ней Делать Каждую Неделю Всем сотрудникам Тест на Антитела Коронавируса Который Стоит Около 2000 Рублей Понятно Общепит Сказал Но мы Не можем Это Просто Позволить Себе Сегодня Власти Заявили О том Что мы Готовы Переписать Постановление И Значит Вот Смягчить Неким Образом Это А почему Сразу Это Было Невидно И непонятно Ну Потому Что Основной Принцип Людей Которые Находятся У власти Ну То есть У чиновников Да Это Основной Принцип Подстраховаться Вот То есть Они Ну Не могут На себя Взять Личную Там Ответственность Там Разрешить Все Потому Что С них Потом Спросят Что Это Вы Разрешили Без Контроля То То есть Им Необходимо Там Внести Какие-то Меры Зачем Тогда В этом Случ Идти На Уступ И снимать Это 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 Борьба Разно Разнонаправленных Сил Вот Если Бизнес Сказал Да Окей Мы Посчитали У нас Получится И мы С этим Согласны То Ну Жили Бо С этими Ограничениями Бизнес Сказал Что Нет Не Можем Ну Приходится Ну Видимо Снова Возвращаться К этому Решению Что-то Переделывать То есть Это Такая Ситуация Когда Никто Не знает Что Уровне Получается А так Оно Все И происходит А это Правильно Или нет Хотелось Бы Конечно Чтобы У нас Были Более Дальновидные Стратегии И Считали Проблема В том Что Понимаете В основном Люди Которые Принимают Решения В органы Государственной Власти Это Ни разу Не Предприниматели То есть Это Люди Получившие Образование Там Выше Там Юридическое Там Экономическое Но Сразу После Этого Пошли Там Муниципальная Госслужба То есть О том Как вести Бизнес И О чем Сталкивается Каждый день Там Простой Предприниматель Которому Надо И за аренду Заплатить И работникам Обеспечить Минималку И Выполнить Все требования Там Санэпид Пожнадзор Там Прочее 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 То есть Подавляющее Большинство Людей Которые Во власти Для них Это Они знают Свой узкий Там Кусочек Работы И пытаются Всеми Возможными Способами Подстраховываться На своем Узком Участке Работы Вот Влезть В шкуру Предпринимателей И Понять Как это Там Не спать Там Целую Ночь Чтобы Принять Ну Какое-то Тяжелое Решение Там Увольнять Любимых Сотрудников Или Там Просто Хоронить Бизнес Вот Ну Понимаете Это Как бы Совсем Другой Тип Мышления Это Совсем Другой Жизненный Опыт Вот И Ну Что Что Делать То есть Если Было Во власти Было Больше Людей Вышедших Из Вот Какой-то Такой Самостоятельной Среды Которые Там На свой Страх И риск Там Пытались Что-то Сделать Там Проявить Инициативу Что-то Заработать Может быть Они Более Бо Тонко Чувствовали Там Какие Шаги Явно Будут Ну Провалом Какие Нет А так На живую Пытаются Пробовать Что Получится Еще Одна Тема Тоже Может Быть Даже Есть Какая Это Связь Которую По крайней Мере Пытаются Вводят Для Предпринимателей По ОСН Там Есть Тоже Много Ограничений И Предприниматели Просят Все эти Ограничения Снять Но Власть На это Не идет Объяснили Если Вот Я правильно Процитирую Депутата ОЗС От Справедливой России Павла Дорофеева Он сказал Что им Сказали Что мы Не можем Потому что Нет денег В бюджете Просто На это При этом 100 миллионов Выделяется На инвестиции Так называемые На строительство На новое строительство На черном озере Это резиденция Это Дача Правительственная Проще говоря Вот Почему так И Еще вот Один вопрос Может быть На него Проще ответить Почему Нам не Расскажут Прямо Что там Будет Почему КПРФ Вытаскивает Откуда-то Какие-то Проекты Справедливая Россия Пишет Письма Чтобы Узнать Что там Будет Почему Нам прямо Не расскажут Может быть Это действительно Что-то Нужное И важное Ну Я не знаю Подробности Этой истории То есть Я слышал Только так Опять же Из открытых Источников Что Идет такая История Да Конечно Это кажется Достаточно Странным И наверное В сложный Период Когда действительно Есть Куча расходов Связанных С пандемией Коронавируса И С необходимостью Как-то Спасать Целые Секторы Экономики Спасать Вообще Доходы Там Жителей Мне кажется Было бы Логичным И разумным Даже если Эти средства Были как-то Запланированы Заранее Там Учтены В бюджете Может быть Стоило Пересмотреть Какие-то Там Плановые Или внеплановые Там Расходы На такие Статьи Бюджета Как Не знаю Какое-то Строительство На базе Там Резиденции Правительства Стоило бы Наверное Это пересмотреть И направить Это Ну На более Скажем так Нужно Развивающий Там Регион Предлагают Раз уж Эзи деньги Туда пошли Видимо Уже проект Разрабатывается Или даже Разработан Потому что Картинки В сети Появились Справедливая Россия Предлагает Тогда Это место Отдать Под какие-то Социальные Нужды Допустим Детям Ну Вариантов Может быть Масса То есть Здесь Сложно Чего мы Будем гадать То есть Мы Посмотрим На развитие Ситуации Хотя Повторюсь Мне кажется Что Вот это Не первые Очередные Задачи Которые Стоило бы Решать Правительству В данный период То есть Есть Намного Сложнее Проблем Которые Требуются Там Это же Финансирование Время Нашей программы Заканчивается К сожалению Спасибо Олег Вам За разговор Доброго дня Вам Доброго дня Всем слушателям До свидания Особое мнение На 101FM Доброго дня Доброго дня Доброго дня Доброго дня Доброго дня